Девушки отдыхают И перестанете оговаривать меня У вас из этого ничего не выйдет Иначе под угрозой окажется ваша судьба Тебе удалось вернуться, Хюрем Только радуешься ты напрасно Дворец уже не тот, что был когда-то Без тебя изменилось многое Например А я с Паша отошел в мир иной На его место был назначен Мой супруг Летвипаша Теперь он великий визит Сулейман Я узнала плохие новости А я с Паша ушел в мир иной К сожалению, Хюрем Эта чумная зараза Стала причиной внезапной кончины А я с Паши Мир его прахл Амин Надеюсь, что этой случайности За его смертью никто не стоит Известно, что у Паши были серьезные враги Его смерть им выгодно А я с Паша умер от болезни Это точно, Хюрем На его место я назначил Летвипашу Я уверен, он будет служить мне верой и правдой Ваша воля Посмотрим Вы ведь знаете Неудача одного может стать удачей для другого Сулейман Я хотела совсем о другом с тобой поговорить Приветствую вас, госпожа Наконец-то вы с нами Счастлив снова видеть вас в столице Я вас поздравляю, Паша Вы назначены на очень высокую должность Чума столько страданий народу принесла Однако С вами обошлась великодушно Повелитель оказал мне милость И решил поощрить С позволения Всевышнего Я постараюсь быть достойным Этого важного поста, иншала Этот пост не просто очень важен, но и опасен Людвиги Паша Вспомните, что случилось с Абрагимом Пашой А я с Пашей тоже нет в живых Мне хочется надеяться, что вас не постигнет участь предшественников Как Аллах пожелает, так и будет, госпожа Шах Султан, мои наилучшие пожелания Хотя, честно говоря, мне не понять Что держит ваш союз После того, что я вам сказала Значит, человек может смириться с чем угодно Ради должности и положения Паша Мама, мы очень беспокоились за вас Слава Аллаху, вы вернулись Да, чума — это очень страшно Мы начали тревожиться за вас Узнав, что она достигла Идирны По воле Аллаха, вы с нами Я очень скучал Больше всего я скучал, мама Наконец-то вы вернулись Почему вы жили в Идирне? Вообще-то мы все этим интересовались Я даже по велителе спросил Но он не ответил на мой вопрос Думаю, теперь не имеет смысла это обсуждать Сейчас я здесь с вами И больше мы не будем разлучаться Мехримах, почему ты не ешь? Я не голодна С вашего разрешения я бы вернулась в свои покои Сначала ты позавтракаешь А после уйдешь из-за стола Матушка Все потом Я слышала, будто ты в мое отсутствие С Шах-Султан делилась своими горестями Обращалась к ней за помощью И просила ее Расстроить намеченный брак Это верно? Она заходила Повелитель приказал Я поэтому и... Я тебе сто раз говорила Чтобы ты никому здесь не доверяла Кроме меня Как можно полагаться на этих гадких интриганок? Они поклялись погубить меня и твоих братьев Или ты тоже в сговоре? Когда нет выхода, дорога любая помощь Я надеялась, что ты все-таки подумаешь Но похоже, ты не намерена думать об этом браке Потому что от одной мысли мне становится не по себе Я не выйду замуж за Рустема Я его не люблю И никогда не смогу полюбить Вы ведь давали мне слово Что я выйду замуж за того По ком мое сердце бьется Мехримах Сколько раз я должна повторять? Ты зря на что-то надеешься Малко Чеглу не отвечает на твои чувства Вы ошибаетесь, мама Просто он От того, что его сердце было ранено в прошлом Он страшится пережить это вновь Это всего лишь то, во что тебе хочется верить Но вся правда в том, что Ему твоя любовь не нужна Ты дочь Султана И должна думать о своей гордости Матушка Уже на днях будет принято решение, Мехримах Рустем Паша достойный жених Повелитель обещал, что не одобрит этот брак Если я не дам своего согласия Шах Султан снова обманула тебя Напрасно ты и так доверяешь, Мехримах Я поговорила с твоим отцом Зная, он этот брак одобряет Но мне Шах Султан Да у нее одна цель Как помешать твоему замужеству А знаешь почему? Потому что Рустем никогда, никогда Нас не предаст А если он женится на тебе То будет для нее недоступен А вы чего хотите от этого брака? В чем ваша заинтересованность? У меня один интерес Это твое счастье, Мехримах Прошу тебя Не надо меня в корысти подозревать Ты будешь счастлива А я наконец-то спокойна Твои братья окажутся под защитой Тогда мое счастье в этом браке ни при чем Здесь замешана политика, не правда ли? Ты уже не ребенок, Мехримах Раскрой глаза Людфий Паша стал великим визирем А это значит, Шах Султан Совет прибрала к рукам Они избавятся от меня А потом от твоих братьев Случай недолго ждать Ты же этого не допустишь? Разумеется, нет Но чтобы этому помешать Мне не обязательно выходить замуж за Рустема Довольно слов, ты обязана подчиниться моему решению Так лучше для всех И не надо спорить Хочешь ты или нет, не имеет значения Замуж за Рустема выйдешь Госпожа Говори Госпожа Хазыр Хэриддин Паша во дворце Он сейчас с повелителем в зале приемов Госпожа Шахзаде Мустафа не только решился флот создать Он также вышел в море И лично поймал и убил безжалостного пирата Тебя не могли обмануть? О, Аллах, я все это слышал собственными ушами Честно говоря, меня чуть было не поймал этот злодей Мирджан Словно третий глаз у него на макушке Так и следит, шагу не ступишь Сюмбюль, да оставь ты его Повелитель, что сказал? Он настолько сильно разгневался, что казалось, задрожали небеса Только все паши стали Шахзаде защищать Совет во власти пашей Как хотят, так и правят Нужно подумать, что делать, чтобы покончить с их властью, Сюмбюль Неправда, что сердце Мехримах противится этому браку Она растеряна и смущена Для нее это было неожиданно Вполне естественно, это очень важный шаг для любой девушки Лишь бы она была счастлива Ну, разумеется Что с тобой, Сулейман? Я вижу тебя что-то беспокоит Ты здесь ни при чем, Хюра Шахзаде Мустафа тебя огорчил Как ты узнала об этом? Но все только и говорят, Сулейман Храбрец Шахзаде захватил безжалостного корсара А для этого нужна большая отвага Шахзаде огромной империи не может себя так вести, Хюра Мустафа — надежда и будущее династии османов Он не вправе рисковать собой А если бы с ним что-то случилось, что тогда нам делать? Аллах не допустит этого Однако Надежда, династия и ее будущее не в одном только Мустафе Вспомни У тебя еще четыре сына, Сулейман Да, это верно Ни к чему думать о несчастье Шахзаде Мустафа — умный, сильный, отважный молодой человек Конечно, горяч бывает, своеволен и принимает решение неосмотрительно Но он завоевал сердца простых людей И янычары только о Шахзаде Мустафе и говорят, а больше ни о ком Сулейман Ты дома вернулся, хвала Аллаху Я так боялась, эта страшная болезнь всех косит Все образуется Мы приняли меры, и Мушея Финди говорит В случае заболевания чумой сократились Через месяц-другой мы эту заразу победим Иншалла Шахзаде Мустафа как? Он здоров, иншалла? Мустафа разумный, Шахзаде Он осознал свою ошибку Прощение попросил Я простил его и отправил в Сан-Джек Он теперь будет осмотрительнее Хвала Аллаху Чудесно, я очень рада Именно так и подобает вести себя Шахзаде Госпожа Госпожа, я все-таки нашел подходящую рабыню Из прислуги Шах-Султан Она ждет ваших указаний Как тебя зовут? Ахсен, госпожа Ахсен Хатон Скажи, ты понимаешь, для чего тебя выбрали? Сюмбюляга рассказал Для меня большая честь служить вам Если Литфи Паша разума лишится И тебе удастся соблазнить его То проси у меня все, что захочешь Я постараюсь оправдать ваше доверие Но помни об осторожности Никто не должен тебя заподозрить Одна ошибка, и ты тотчас же расстанешься с головой Расскажи, ты добилась чего-нибудь? Все идет как надо, но я не тороплюсь Но стараюсь быть рядом с Литфи Пашой Но затягивать тоже опасно Надо все сделать, пока Шах Султан тебя не разоблачила Не волнуйтесь, госпожа В скором времени вы обрадуетесь новостям Хорошо А Шах Заде Мустафе что-нибудь известно? Я только что говорила с Сюмбюлем Агой Пока не было никаких вестей Но вряд ли что случится, госпожа Фахрие, ты думаешь, чего я жду? Ты считаешь, я надеюсь на весть о смерти? Шах Заде Мустафа не падет за три дня Он словно неприступная крепость И его нелегко будет сломить Еще вчера ценой своей жизни Эту крепость оберегал сам Ибрагим Паша Мне потребовались годы, но я смогла от него избавиться В стене этой крепости я пробила огромную брешь Они всеми силами пытаются эту брешь заделать Но у них ничего не выйдет Камни уже сдвинулись с места Госпожа Что такое, Сюмбюль? Ты прямо светишься? Это и от радости, госпожа Ахсен Хатун только что забегала Просила вам передать Скоро вы получите добрые вести Какой ты молодец Наконец ты мне принес хорошие новости А теперь что будем делать, госпожа? Так торопиться некуда уже, Сюмбюляга Людфи Паша, считай, у нас в руках Шах Султан ждет судьба Хатиджи Сулейман Проходи, Хирам Я хотел рассказать тебе о строительстве твоего комплекса Я и сама собиралась спросить, Сулейман Я уже столько потратила Но за эти месяцы никаких работ там будто и не было Я сменил главного зодчего И поручил строительство Синану Он себя хорошо зарекомендовал Конечно, тебе виднее Однако ты уверен, что он не подведет и успешно с этим справится? Ни о чем не беспокойся Он соорудил мост через реку Прут Это было непросто Аллах даровал ему талант и проницательность Хорошо Сулейман, надо прощаться Я так не люблю наши разлуки Аллах не оставит нас, Хирам Мехмед говорил, что Мустафа тоже там будет Я надеюсь, вы не поссоритесь Шахзаде Мустафа излишне самоуверен Он совершил ошибку, но у него нет недобрых намерений Постарайся смирить свой гнев Не расстраивай ни себя, ни его Ведь иначары Шахзаде Мустафа очень любят и почитают Они не желают ему неприятностей Я вижу, что происходит и не допущу самоуправству Хирам Мустафа прекрасно знает, что ему не позволено строить флот Да и к тому же выходить в море Он совершил это сознательно И я не могу считать это ошибкой Шахзаде твой наследник, но ему непросто Нелегко в таком юном возрасте выдержать столько любви и восхвалений Иногда это рождает самомнение Я одерну его, Хирам Моим Шахзаде не бывать в плену высокомерия и спесивости Повелитель, Хирам Султан пришла Проси Повелитель Хирам, это Синанага, зодчий, о котором я говорил Он рассказывает о твоём комплексе Я слышала о тебе много хорошего, поздравляю Благодарю за милость, госпожа Насколько я знаю, ты работаешь быстро, Синанага Когда комплекс будет готов? Если позволит Аллах, я представлю его через полгода Госпожа Фахрия, я в прекрасном настроении Не испорьте его мне Боюсь, придётся Вам следует кое-что знать Это касается Михримах Султан, госпожа Матушка А я выходила в парк, хотела прогуляться Вот как Но, видимо, ты сбилась с дороги, детка Если учесть, откуда ты явилась О чём вы? Я что-то не понимаю, что... Сейчас же замолчи, Михримах Не смей врать мне, да ещё прямо в глаза Ты меня очень разочаровала, Михримах Как ты, дочь Султана, могла так опуститься? Настолько утратить свою гордость? Как ты унизилась до разговора с ней? Я не говорила, кто я Ох, какое счастье, Михримах Хоть до этого ты додумалась Ты действительно ещё не поняла? Считаешь, что... Болибэй тоскует, любит тебя А он гуляет себе с этой девицей И не думает о тебе Матушка Всё довольна, Михримах Пришла пора положить этому конец Госпожа Вы желали меня видеть? Болибэй, я хочу последний раз о Михримах поговорить с тобой Прошу, госпожа Я слушаю вас Михримах, как ты прекрасно знаешь Неравнодушна к тебе И я, увы, ничего не могу поделать с этим И что самое ужасное Она считает и стоит на своём Что ваши чувства взаимны Госпожа Поверьте, я не давал ей никакого повода Для таких мыслей Может быть, ты говоришь ей одно, а мне другое? Нет, госпожа, что вы Просто согласитесь, я не могу Не могу сказать госпожа открыто всю правду Это же будет нехорошо Ну а в чём она состоит? Это правда Скажи мне, объясни Госпожа, простите Но она Она была и остаётся для меня ребёнком По-другому я не могу на неё смотреть Ясно Я очень признательна тебе, Болибэй, за откровенность Можешь идти Госпожа Были бы Яatkами Да Госпожа Я чувствую Мах, доченька моя, ты можешь на меня обижаться, но ты должна была сама услышать всю правду. Субтитры сделал DimaTorzok